Приветствую каждого игрока от Овощи до статиста на моем канале, с вами Заб и сегодня мы обсудим танк Фош 155. Почему Фоша будем обсуждать? У нас вышло обновление 9.7 и Фошу изменили вооружение. Изменили конечно не в лучшую сторону, это прям очевидно, но есть все-таки свои нюансы, потому что теперь обе пушки стали более или менее играбельными для Фоша, ну то есть они стали почти одинаковыми. Вот пушка у нас стоковая, ну будем их называть стоковая и топовая, кто-то может называть их цикличное и барабанное орудие, ну вот я стоковое и топовое называю обычно, не знаю мне почему так проще. Вот, топовое орудие, у него барабан, барабан на два снаряда, но теперь барабан в привычном смысле слова барабан. Не тот барабан как у Йоха был, вот как у ИСа третьего защитника примерно, вот такой же барабан, нет не такой. У них теперь барабан как у какого-нибудь Хэвика, как у какого-нибудь АМХ-50Б, но на два снаряда. То есть быстренько отплевал два снаряда, а потом ушел на долгое КД на 17 секунд. Если говорить о стоковом стволе, то у стокового ствола просто 3000 ДПМа, 600 Альфы, Альфа повыше будет, здесь у нас 500 Альфы кстати. И по большому счету тут ничего особо не изменилось, просто накинули ДПМа и самое главное у нас шикарнейшее бронепробитие. Почему шикарное бронепробитие даже на стоковой пушке, на цикличной пушке, на которой по идее бронепробития какого-то феноменального быть не должно? Потому что у нас есть вентиляция и есть калиброванные снаряды. Естественно выбор между вентиляцией и калиброванными снарядами мы делаем в сторону калиброванных снарядов, это очевидно. Иначе было бы прям ну совсем грустно играть на ФАШ-155. А вот если мы ставим ему калиброванные снаряды, то у нас получается просто феноменальное бронепробитие. Вот смотрите на стоковой пушке, на цикличной пушке, 299 мм, это у нас обычная ББшка. Кумуль 407 мм. Кумулем мы шьем вообще всех, абсолютно всех. Кумуль просто немоверно пробивает противников. Какой-нибудь Маус ВЛД, я не знаю, любые. Даже ВК-90-01П, мне кажется, если бы я его встретил, то я бы его пробил прям в ВЛД. Но это не факт. Нужно проверять. Потому что Мауса я встречал, пока на стриме обкатывал эту машинку, а допустим ВК-90-01П не встречал. Плюс у нас есть 99 мм пробития на фугасах, это тоже весьма и весьма. Можно фугасами спокойненько закидывать. А фугасы у нас бьют по 800 альфы. Это если говорить про стоковую пушку. Дальше переходим на топовый барабан. Почему мне не нравится барабан? Во-первых, у него ДПМ проседает на 200 единиц. Ну, конечно, для барабана 200 единиц ДПМ это ничего, но все-таки это просадочка. Во-вторых, он менее точный. Ну, ладно, это тоже терпимо, с этим можно жить, все ок. В конце концов, барабан это всегда много урона. И мы можем действительно за буквально 3,5 секунды, ну там чуть больше, да, за 4 секунды, будем считать, что это 4 секунды, выдать аж 1000 урона, потому что у нас барабан по 500 единиц альфы. Занимательная вещь, то что у нас кумули бьют по 480 альфы. То есть получается, что в принципе можно на кумулях играть, на фаше. Ну, то есть вы не сильно почувствуете эту просадку в ДПМе. Да, конечно, она будет, то есть вы будете по 20 урона терять с каждого снаряда, но все-таки 480 и 500, будем честны, разница небольшая. Это то же самое, что у Хари. У Хари, конечно, оба снаряда ББшки, но у простых ББшек, по-моему, там 560 единиц урона, да, а у ББшек голдовых 545, то есть разница 15 единиц. Здесь у нас 20 единиц, но здесь кумули. И кумули с пробитием аж 407 миллиметров, это дофигища, просто дофигища. Поэтому можно, по сути, играть чисто на кумулях на фаше 155. Конечно, ДПМ от этого просядет еще больше, но зато вы будете пробивать вообще все, что движется. Опять-таки, если поставите здесь оборудование именно на калиброванные снаряды. Ну и с учетом того, что мы сейчас выяснили, да, давайте покатаем на фаше на обоих пушках. Сразу скажу, мне цикличная пушка понравилась больше, то есть стоковая пушка мне понравилась больше. А топовая пушка, ну она как-то не произвела на меня должного впечатления. Конечно, приятно откидывать два снаряда, там практически по 500 единиц, но все равно это не то. Это уже не тот фош. Когда у нас было 3500 ДПМ, вот тогда фош игрался. Даже с учетом того, что у него было там чуть-чуть дольше КД на этих двух снарядах, да. А когда у него вдруг резко стало 2800 ДПМ, ну я не знаю, ребят, я не знаю. Касательно этой пушки. Она выбивается по своему бронепробитию. Допустим, перед тем же ВЗ-113, Хари, Т110Е4, Объект 268. Всех переплевывает по бронепробитию. Особенно, если мы играем на кумулях. На кумулях такое бронепробитие может получить разве что Яга Е100, и то у него там чуть-чуть будет побольше. Но кто на Яге Е100 в здравом уме будет играть на дополнительном бронепробитии? Я думаю, таких нет. Поэтому давайте закатимся и посмотрим, как это все будет у нас работать. Конечно, долгое вступление было. Практически 5 минут рассказывал про то, что у нас изменилось. Давайте все бустеры отключим, чтобы у нас все было более-менее честно, да. Вот, это у нас стоковая пушка, то есть пушка на один снаряд, цикличная, да. Сразу видим, что КД примерно 11 секунд, там почти 12 секунд, правда, но тем не менее. Тем не менее. Опять-таки, повторюсь, фугасами стрелять довольно выгодно. Там 800 единиц урона у нас получается с фугаса, то есть не 600, а 800. Так что, если есть возможность, то кидайте фугас. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Не успел. Самую малость не успел. Вот если бы успел, было бы прям вообще супер. Было бы прям вообще супер. Так, кто-то там меня все-таки увидел. Шкодник. 140-й. Я так надеялся, что ты поедешь дальше. 5 градусов УВНов, ну как бы, эта болячка была, есть и будет у Фаша. К сожалению. К сожалению. 5 градусов УВН, у него не забирали. И не меняли. Вот, видим, допустим, Е-100. Ё-моё. ИС-8. Вот тебе надо было именно здесь на гусельку встать. Хорошо бы какого-нибудь бронированного реально противника найти. Тут по нему пострелять, потому что это было бы намного-намного эффектнее. Вот, 800 с копейками альфы выдали. На барабане у нас будет, конечно, не такая альфа. Но на барабане у нас барабан. Вот сейчас я бы, может быть, подобрал бы этого парня, шкодника, да? С учетом того, что у нас был бы барабан. Сейчас этот Е-100 и прилетит. Кстати, вот с объектом 2684 я бы сейчас с удовольствием пострелялся. Лоб в лоб. Для того, чтобы продемонстрировать, как мы его можем пенетрировать практически без проблем. Особенно, если переключимся на голду. Давайте съездим все-таки к Е-100. Давайте съездим к Е-100. Надеюсь, получится по нему пострелять. Куда-нибудь в бронированные места. Ну, обычно бронированные места. Не получилось, к сожалению. Не получилось. Но, как вы видите, на обычной пушке... То есть, это получается что-то в районе 268. Вот примерно такой же геймплей, но намного быстрее. Потому что подвижности тут хоть отбавляй. Действительно, двигается довольно быстро. Дайте мне 2684 съездить. Пожалуйста. Я очень хочу в 2684 пострелять. Вот, смотрите. Тут, конечно, ладно. В щечку. В щечку не считается. В щечке это дело такое. Самое главное, что урон, в принципе, наносить довольно просто. То есть, вкатываете. Смотрите на него. Вот. Вот на голде. Смотрите. Сколько зон бронепробития. Практически все пробивается. Область вокруг маски. НЛД-шка. Вообще в легкую. В ЛД-шка, к сожалению, все еще красная. Но, в конце концов, у 268 действительно много брони. 3000 урона мы сделали. Ну, в принципе, более или менее адекватный бой. И это победа, самое главное. Где мы тут в топе списка? Ну, по фарму, естественно, тут ничего не поменялось. Фарм как был говно, так он и остался говном. 5000 кредитов мы получили. Окей. Еще одну каточку сделаем на обычной пушке. Стоковой, да? Потому что она мне чуть-чуть больше понравилась. Потом еще поедем на двухзарядной. На топовой пушечке. Поехали на ТТ-направление. Будем смотреть, как мы сможем с ТТ-направлением разобраться. Если вам нравится, допустим, геймплей того же Объекта 268, то вот альтернатива сейчас появилась в ФОЖ-155. Но быстрее. Он просто тупо быстрее. Он очень быстро занимает какие-то ключевые позиции. Правда, у него катки легко простреливаются. Это нужно учитывать, да? И, в принципе, он не супер бронированный. Хотя брони у него, в принципе, хватает во лбу. Но я думаю, что каждый игрок, который вот любит 268, найдет что-то для себя особенное в новом ФОЖ-155. Ну как в новом ФОЖ-155. Ладно. Хотя, в принципе, учитывая, как они пушку изменили, можно назвать его новым ФОЖ-155. Обновленным ФОЖ-155. Вот так вот. В обновленном ФОЖ-155 найдет, куда ему пострелять. Сейчас мне может прилететь к бабуле. Плава богу. Плава богу, бабуля, косое говно. Иначе мне было бы совсем плохо. Ну вот, видите, что-то танкуем. И стрелять нормально можем. Опять-таки, сейчас бабуля мне залепит. Если попадет, то все. Все пропало. Но я боялся, что по мне бабуля съездит. Поэтому, к сожалению, не было времени подсвестись немножко, чтобы стрельнуть нормально. Я слишком вкатил. Слишком сильно вкатил. Ошибся, короче. Но, в любом случае, пробивать всех противников вообще можно без проблем. Какого-нибудь... Кого можно привести в пример? Ну, допустим, Торта. Тортоиз, да? Встретите Тортоиза. Увидите его абсолютно серым. Абсолютно серым. Какой-нибудь 268. Можете не беспокоиться. Он ничего не рикошетнет. Вы точно его пробьете. Сто процентов. Ну, только не надо. Ну, пожалуйста. Ну, что ж ты делаешь? Это все из-за Яги. Потому что Яга пропустила. Потому что Яга не может выцелить нормально. Он стрельнул по нему, но не попал. А я, к сожалению, не успел повернуться. Потому что стоял, ну, как бы другими делами занимался. Ладно. Окей. Тут я, к сожалению, подставился. Слишком сильно подставился под 268. Под бабаху. Если бы не подставился, я думаю, было бы лучше. Давайте выключаем эту карточку и едем в следующую. Все-таки это поражение. Ну, как бы, в принципе, довольно закономерно. Давайте посмотрим, что у нас получилось настрелять. 2000 мы настреляли. Даже что-то там танканули. Опять-таки, если бы не приехал этот несчастный маленький бачат, то все было бы более или менее нормально. Ну, ИС-4 с Его, и они действительно дольше всех жили. Поэтому больше всех настрелили. А вот эти парни, к сожалению, да, не постарались немножко. Опять-таки, если бы бачат сзади не приехал. Ну, наш картонный попец. Ну, как вы знаете, у Фоша действительно все картонное. Что сзади, что сбоку. Тут можно даже пугасами стрелять. Ну, конечно, не со всех орудий, но тем не менее. Приехал и отпенетрировал меня. Так, давайте сейчас поменяем пушку тогда. Давайте поменяем пушку. Поставим теперь эту пушку. Еще примечательно то, что когда мы играем на стоковой пушке, на стоковой пушке у нас есть адреналин. С адреналином вы все-таки кдшитесь чуть-чуть быстрее. А это значит опять увеличение ДПМа. И оно есть. Самое главное, что оно есть. Давайте фугасов тоже чуть-чуть сюда воткнем. Я думаю, вот так вот пускай будет. Ну, и здесь у нас, к сожалению, других вариантов, ну, кроме как форсажа, я не вижу. Я не буду ставить там, допустим, огнетушитель или аптечку. У нас таких болезней прямо жестких нет. Если увидите фоша вот с таким обрубком, значит он играет на двухзарядной пушке. Давайте попробуем на двухзарядке. Посмотрим, что из этого получится. Как это будет отыгрываться в современном рандоме. Проблемой двухзарядной пушки еще и является то, что если вы один снаряд скинули, а, допустим, противник уехал, то вы не знаете, что делать со вторым. Скидывать его или перекадешивать барабан. Потому что кадешить барабан это долго, а скинуть снаряд хочется. Вот. В этом тоже заключается довольно-таки большая проблема. Когда у вас, допустим, три снаряда, вы сразу понимаете. Два снаряда потратил, ну, значит, можно кадешиться. Спокойно можно кадешиться, без проблем. Вот. Здесь такого нет. Здесь, если вы потратили один снаряд, вы думаете, скидывать барабан или оставить. Скидывать или оставить. Вот, допустим, у ФВ-40-05. Понятное дело, что на одном снаряде ты кататься не будешь. Ты однозначно перекадешишь барабан. Понятное дело, что на двух снарядах ты тоже, скорее всего, не будешь кататься. Ты тоже перекадешишь барабан. А на фаше, фиг его знает, перекадешить тебе барабан или нет. Но с другой стороны, вот так вот ты шмальнул. Давай, вторую плюху тоже. Бан. Все, тысячу урона свою откидали по проджетто и прячемся. Назад отъезжаем медленно, поэтому прятаться лучше немножко как-то заранее. Ну, то есть, предусматривать какой-то путь отхода. То место, в котором вы будете в безопасности на протяжении 17 секунд кд. То есть, на этой машинке, когда у вас два снаряда, да, вам все время нужно думать наперед. Очень много думать наперед. Куда вы пристроите второй снаряд, если, допустим, первый не залетел? Будет ли у вас возможность куда-то откатиться, если, допустим, на вас кто-то нападет? Проджетто уехал. Вот я сейчас с одним снарядом стою. Вот мне скидывать барабан или ждать? С одной стороны, хочется скинуть барабан. С другой стороны, как бы, можно подождать. Вазик вон там подставляется, вроде, периодически. Я, правда, пропустил только что его подставление. И все. Вот сейчас, наверное, лучше было скинуть барабан. Закадешить снова два снаряда и попробовать с минотавром разобраться. Мне кажется, от этого было бы проку больше. Нежели то, что вот я сейчас с барабаном тут остался. О, вазон. Давай-ка без этого. Эх. Эх. Ну ладно, мы успели перекадешить барабан, тем не менее. Хотя бы как-то. Хотя бы как-то. Придется немножко отступить, скорее всего. Сейчас минотавр сюда заедет. Мы попробуем по нему разрядиться. У нас что-то типа барабана минотавра. Только без дозарядки. Вот у него дозарядка, а у нас хрень какая-то. Ну вот, два снаряда мы откинули. Да, здесь как бы получилось весьма и весьма. То есть это более ситуативная пушка. Та пушка, она как бы в любой ситуации железобетонно будет делать то, что тебе нужно. А эта пушка, она ситуативная. То есть иногда ты будешь получать от нее то, что ты хочешь. А иногда ты будешь получать от нее звездечки. Вот. Когда ты окажешься на КД в какой-то ненужный момент. Ага. Пробил? Бывает, дружище. С пробитием опять-таки, вот смотрите, на голде мы просто вообще во все пробиваем практически всех. Ну поехали туда. Поехали туда. Да, естественно, такая пушка имеет место быть. То есть барабан в принципе более или менее годный. Но все-таки старый барабан мне нравился больше. И на старом барабане было проще отыгрывать. Намного проще отыгрывать. Постой еще три секунды. Красавчик. Говорю, пробивать можно практически все. Ну может какой-нибудь фальшборд я бы, естественно, ВЗ-то не пробил. Скорее всего. О, и то не факт. Но тем не менее. Когда вы выдаете два снаряда, все у вас прям чин-чинарем, в шоколаде. Вы чувствуете себя королем мира. Мастером нагибучести. И все такое. Когда вы не успеваете выдать два снаряда, а вы удаете только один. А второй просто некому подкинуть. То вы чувствуете боль и сожаление. Мое-мое. Фугасом не попал. С точностью небольшие проблемы есть. Но они как бы присутствовали у Паша. Поэтому они никуда не делись. 4 тысячи урона мы в этом бою выдали. Ну вот как бы более или менее адекватный бой. Давайте еще один бой попробуем. На пушке и на два снаряда. То есть оба орудия, они как бы играются. Но играются в разных ситуациях. И если допустим вы не какой-нибудь киберкотлета, которая может прощупать всю обстановку на карте. Которая может понять, когда ему удар разрядится. И где встать так, чтобы его не убили. Пока он там перекодешивается. То лучше играть на цикличной пушке. На мой взгляд. Вот. Она проще. Она доступней. Она понятней. И у нее шикарное бронепробитие. Любой справится с этой пушкой. Любой. Там не нужно быть семипядей во лбу. Для того, чтобы понять, когда вы будете стрелять. И по кому вы будете стрелять. Есть КД, значит КД. Нет КД, ну значит стреляй. Все понятно. Все предельно доступно. Здесь нужно вот думать. Очень много думать насчет барабана. Когда, куда, почему скидывать. Вот. Но у барабана есть тоже свои преимущества. Естественно, когда какая-нибудь цель. Или две цели оказываются возле вас. И когда они допустим для вас шотные. То вы можете спокойненько с ними распрощаться. С помощью этого барабана. Принести себе, так сказать, маленький залог победы. Вот сейчас у меня второй снаряд. Мне хочется его скинуть. Чтобы его скинуть, мне придется заехать вот сюда. Странно, что я его не пробил. Очень странно, что я его не пробил. Вроде все серое было. Ну ладно. Наверное, там рикошетнуло. На какого-то участка. Скорее всего. Но, тем не менее. Не пробил. Походу все враги поехали на Б. В основной своей массе. А с нашей стороны никого особо нет. Давайте попробуем по ПТ-шить. Попробуем прям встать. Издали пострелять. Будет у нас что-то получаться или нет. Скорее всего, вот с этой пушкой ПТ-шить будет не очень комфортно. Потому что, опять-таки, альфа маленькая. Ну, 500 единиц не то, чтобы прям совсем маленькая альфа. Но, ну, не самое приятное. И, во-вторых, вам нужно дважды попасть по противнику. То есть, чтобы он стоял на одном месте. Ну, или хотя бы не очень сильно двигался. Ну, с точностью, да. С точностью проблемки имеются. Ну, это было у Фаша. То есть, это его, так сказать, родное. От этого он не избавился. И рабочики тут как бы не напортачили дополнительно. Не сделали его менее точным. Да шо ж такое. Ну, вот снаряды, ну, просто не хотят лететь в этого. Т-57 хэви. Жёсть. Просто жёсть. Попадают именно в какие-то верхние башенки и всё такое. Короче, нужно драться в плюс-минус ближней дистанции. Это тоже мой вам совет. Ну, по крайней мере, на двухзарядные, двухзарядные пушки. Если бы у нас был цикл, я бы, может, издали-то пострелял. Всё-таки немножко. Вот сейчас опять дилемма. Перекадешивать барабан или оставить пока что? Ну, видимо, оставить было более разумным решением. Видимо. Тайпуха. А, держи. Подгончик. Ну, здесь мы, конечно, ничего не настреляли. Ну, как вы видели, да, точности не хватает. Ну, шо поделать. То есть, выцеливал я максимально. Дальше как-то ещё лучше выцелить, я фиг знает. Как это нужно было сделать? 900 урона, да? Минус 13 тысяч кредитов. Само собой, стабильно будете в минус уходить, играя на десятках. Так всегда. Так было, так есть и так будет, скорее всего. Если только вы не будете настреливать по три с половиной, по четыре тысячи урона. Но в этом бою, к сожалению, не получилось. Ну вот, собственно говоря, те два ствола, которые имеются у ФАШ-155. Какой поставить, ну, конечно, решать вам. То есть, вы можете попробовать и на том, поиграть и на этом. Мой совет больше, наверное, всё-таки на цикличную пушку. Потому что она имеет больше ДПМ. Потому что у неё сочнее фугасы. Потому что на ней реализовываться намного проще. Она плюс чуть-чуть точнее, чем барабанная. Вот. И я, скорее всего, буду играть сейчас на цикле. Потому что на ней банально проще. Просто берёшь, выкатываешь, стреляешь, закатился, подождал, снова стрельнул. Да, конечно, 600 альфы это не густо. Хотелось бы побольше. Но зато у меня не будет никаких проблем с тем, что я должен кого-то там выждать. Где-то там подумать, куда мне второй снаряд закинуть или не закинуть. Плюс у меня будет адреналин, с помощью которого я смогу разобраться с каким-нибудь противником чуть-чуть побыстрее. Если мне вдруг понадобится. Мне кажется, в больших ситуациях будет решать пушка стоковая. Ну, то бишь, на один снаряд. На цикле. Вот. Может быть, я не прав. Может быть, действительно, двухзарядная будет поинтереснее. Но, опять-таки, проблемы с точностью, проблемы с сведением. ДПМчик пониже, пробитие чуть-чуть пониже и альфа пониже. Всё это меня довольно-таки сильно удручает. И я предпочитаю всё-таки что-то более эффективное. Мой совет вы услышали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, было интересно послушать про то, во что ФОЖ-155 нынче превратился в современном рандоме. Он не умер. Он играть будет. Но играть он будет намного слабее, чем он играл до этого. Сейчас он станет просто по-другому играться. То есть, раньше он был прям хороший такой пробивной барабан. С неплохим ДПМом на два снаряда. А теперь он, по сути, станет пробивной версией Объекта 268 с небольшим усилением скорости. Да, кстати, табличку ещё не показал. Подготовил вам табличку. Здесь данные старые. Я специально сюда поставил цикличную пушку. Вот эти 2650, их уже не будет. Здесь будет именно 3000 с копейками ДПМа. 3059. То есть, по ДПМу мы превосходим ВЗ-113, практически превосходим Е4 и стопроцентно превосходим 268. А по пробитию у нас здесь будет 299 миллиметров. То есть, мы в принципе бронепробитие имеем очень-очень даже неплохое. На уровне 268, на уровне Е4 и на уровне Хари. Как только мы переключаемся на кумуле 407 миллиметров, это бронепробитие просто несравнимо больше, чем у многих, очень многих машин. То есть, кого бы вы тут не выбрали, учитывая, что мы играем на калиброванных снарядах, при непробитии будет выше. А те же 3000 ДПМа у нас всё равно останутся. Ну, у нас другого варианта нет. У нас нету такой пушки, чтобы она игралась на досылатель. Если бы был досылатель, там было бы практически 3300 ДПМа, и это было бы уже тоже весомо, можно было бы от этого отыгрывать. А так, к сожалению, нет. По точности тут немножко другие цифры будут, то есть, она станет немножко менее точной. Но, тем не менее, точность данной пушки будет всё равно выше. Чем у многих альтернативных ПТ-шек. Вот. А по скорости мы имеем явное преимущество. То есть, 50 километров вперёд, вот 13 назад это дерьмо. Откатываться назад очень тяжело. Это очень-очень решает, когда у вас барабан. 13 километров назад вам не хватает после отстрела барабана, чтобы отступить и где-то там заныкаться. Вам нужно иметь хотя бы километров 18. Тогда это будет играться в идеале, конечно, 20-ку. Но, такого нам не дали, поэтому отступать будет сложно, поэтому барабан реализовывать будет сложно. А так, в принципе, скорости у нас хоть отбавляя 17 лошадей на тонну, это прям очень круто. Быстро ездит этот ПОЖ. Всё. На этом закончим. Всем спасибо, кто досмотрел до самого конца. Не знаю, досмотрели, не досмотрели. Лайковься поставьте. Тогда буду знать, что вы точно досмотрели до самого конца. И вы красавцы. Всем спасибо и всем пока.